всем привет мы продолжаем проходить дмр 1994 находимся в тюрьме сотрудничаем сколько с каким-то безумным доктором чтобы починить вентиляции отсюда выбраться поехали дальше вот такой вот кто тут сидит патроны патроны это хорошо я покажут особо бегать не буду фонарь включен она как обычно выключен дыхание хорошо а вот сюда вот если забежать получится тут наверно ничего полезного то и нету но достаточно слушать чтобы найти инопланетян пришел я вот оттуда все пошли дальше кстати аптечка на нет просто табличка камера наблюдая за мной это доктор наблюдает она меня пасет ладно нашли я открою вон ту большую дверь с той стороны чтобы тебя выпустить возможно знаю ты нас осуждаешь но до того как это произошло ах тогда все было идеально невероятные времена для нас в сша прогресс у нас была мечта программа сканирования бездны я отвечала за одно из самых новаторских исследований в истории пока не появились вы мы отказались делать за вас грязную работу жертву человеческими жизнями чтобы любой ценой переместить вещество сколько невинных душ сколько невообразимых страданий мы отказались сотрудничать и они заперли нас но поплатились за это сначала ударила сейсмическая волна а затем появились эти существа кстати ты заметила повсюду эти электроприборы они нужны для изоляции электромагнитных полей это единственный способ удержать их прошу прощения на чем я становилась программа сканирования бездны никогда не слышала не будем уходить от темы так но нам пояснили то что у нас от этих шарики электрические у нас удерживает электромагнитные поля они как бы в ловушке запирают уж понятно как обычно во всем виноваты ученые и военные военные помешали ученым и получилась катастрофа классика жанра я скажу освещением и получше в игре было вообще неплохо а дверь закрыта она обещалась открытие там дело муж попозже и за постоянно движущейся камеры тяжеловато наверное будет услышать инопланетян которых я случайно начал собирать виде ачивки ну ладно она же говорила про вот эту дверь в чем дело в потом она ее откроет правда нужно убедиться главный коридор да пройти можно только туда от хорошо пошли сколько у меня патронов на автомат 162 она дробовик 15 автоматом пользуемся хотя тут наверно надо учитывать класс врагов наверно большинство морозить придется это сзади шум какой-то подозрительный не на звуки в игре конечно сделаны хорошо мне вот это нравится но не нравится боевка это что темно очень сильно там перебор с теми нет окно мы сейчас это заморозим заново не загорится надеюсь какие-то нефтепродукты горели потому что ну чё тут один мужик прям горел столько времени сомневаюсь у меня есть дырки то никто не схватит прошу прощение из отверстия она туда прям до хочу я не попадаешь так так да не подожди нет ну тут точно не пригнуться я думаю надо в трубу прям лупить хотя подожди а может быть вот эту трубу надо заморозить тоже нет интересное кино хочу делать ладно тут было сохранение не так давно не протиснуться не получится кроме трубы вот этой и вот это я не вижу еще объектов которые можно заморозить вот это еще да такое но эти трубы не замерзает хоть тут уделайся что-то делать что-то делать что же делать я все потрачу не помогает пробежать же тоже не получится уже больно сильно поливает огонь ничего не пойму давай вот эту трубу заморозим к примеру нет нету здесь огонь перестал подаваться кстати что же делать блин ну давай банально вот так нет вообще не то блин а как и как еще может быть поточнее встать на тоже ерунда какая-то не она меня даже не пропускает я думал на хитрую короче взять и просто пробежать получив урон тоже нет чего не делать тогда предлагают очень странно ну тут два варианта либо я просто по трубе не попадают кончилось все придется подождать да нет я не думаю что надо вот прям в коридоре что-то морозить я думаю тут все-таки два варианта либо я в трубу не попадаю либо я где-то в другом месте надо морозить ну вот зачем в этой стене дыра ну типа что она дает может быть дело в ней давай еще чуть-чуть поморозим ноль эффекта так попробуем теперь вот эту трубу поморозить бред конечно но попробовать стоит нет не то что делать вот она огонь бьет прямо из дырки пробита труба эта труба у нас уходит здесь в стену тоже нет огонь меньше не становится огонь меньше не становится это бред указывает огонь аж все заморозил все что мог главное это с этой стороны труба прямо замораживается с этой нет а что если мы вот здесь ее заморозим хотя я что-то ее морозил ну ладно попробуем подожди вот по моему я нашел участок откуда она морозится начинает вроде как по звуку судя нет так а как у нас делается ледяной выстрел она струя это просто нажать все куда оказалось проще она это было поучительно тут стоя и до заливаем за давненько врагов не было почему здесь мы пойти не могу о чем дело почему не могу пройти блин я аптечку использовал я привык что ускорение бега на б всегда вас я не дотушил да я просто немного не дотушил огонь ладно аптечка была израсходована зря но тут же получено мой шарики аналасшарик все равно опал мне повезло 1 они шарики аналасшарик все равно опал мне повезло опрос Зачем тушить этого мужика? Нет, просто так. Так. У нас здесь проходы. Нет, ничего такого. И шариков нет. Отлично. Я думал, красных пока будет уже больше по игре. Но нет. Блин, только начало главы, а я уже почти все патроны потратил на автомат. Это печально. Патронами, как обычно, напряженка. Фонарь-то горит? Да. Реально, он практически не светит. Игра выкручена почти на максимум. Подожди, что, может быть, выстрел можно попасть? Так, значит, не сюда. Подожди, подожди. Подожди. Игра. Пойди, подожди, подожди. Пойди, подожди, подожди. Пойди. вот те на те если я успею добежать пока она заморозится ничего не понял я чё назад возвращаюсь а нет за такие коридоры были сейчас два одинаковых она никогда к этой боевке не привыкну так ну давай сохраним сейчас вот сюда да как она долго спускалась лестнице это патронов нет случайно ладно и патроны все дайте больше патронов врагов значит главное больше они наваливают а патронов не дает он неужели четыре патрона мне дали если скоро придется на дробовик переходить могли бы просто на самом деле коридор вот без этой штуки сделать просто взять и пройти вон насквозь вот зачем мне эти две лестницы вот для чего и горит о том то что они тянут время просто он красный или нет ладно этот в попыхах как-то с ними разобрался ой ровушки брызнула чуть-чуть надеюсь не с меня за участок то такой и вообще ничего нету даже камера не следят сколько врагов накинули просто чтобы подожди я нет еще один коридор надеюсь я не я не вернулся назад ну-ка да это можно взломать 45 секунд три попытки сложно пароль блин ну да попробуем оу бам-бам-бам где у нас л то вообще л сюда л-6 семерка блин б x а не так как она и не успею надо вообще вот сюда куда-то загонять потом двигать его вот сюда ой да идите его в жопу короче чё там как сломать это все почему-то в глазах начинает рябить от этой загадки тихо нам показалось думал где-то инопланетянин да я же успел в тебя стрелять начинать долго падал так эта штука не работает да почему почему кстати у меня возник вопрос я хочу вернуться к этой загадке если из-за сходу три попытки то что будет это просто комната заблокируется я хочу немножко времени потратить конечно но мне все равно надо гештальт закрыть она вот здесь была а чё не работает и у меня была попытка еще одна понятно это странно но по-моему она должна еще была раз работать я два раза только потратил ладно значит в этой комнате настолько не интересные подметы лежат скорее всего для прокачки что-то патроны обойдемся странные тут загадки конечно довольно таки непросты местами ничего больше не валяется полезно окей используйте консоль чтобы избавиться от газа подожди консоли пользоваться мы сейчас еще должны болен они сейчас все встанут вообще все все кто лежит это уже двое вернее шарики появятся я сначала должен буду зомби который ко мне телепортируется убить а потом уже убивать те кто лежит на полу опять гениальная загадка да что делать перезагрузите терминал ну какой урод сделал просто эту аптечку на б никто не стоят план подожди-ка нет я думал то что если ты включаешь один терминал то другой тухнет три четыре давай вставайте что-то не так согласен что не так сбросить не работает последовательность другая последовательность получается у нас 1 1 2 3 4 1 здесь 2 у нас вот тут третий и четвертый сейчас я угол куда-нибудь прижмусь подожди я еще 3-4 местами перепутал нет лифты вход стороны единицы но я же отсюда пришелся вот отсюда я пришел подождите зеркальное отражение что 1 тут последовательность наверно важно все таки 2 тройка тут не ну 1 и 2 точно по моему нельзя перепутать но можно перепутать 3 и 4 если это зеркальное отражение нет порядок неверный так ну вот я пришел оттуда или подожди вот отсюда я пришел противоположной стороне у нас дверь правильно нету двери почему дверь у нас вообще вот с этой стороны так двери по моему неверно расположена даже на рисунке а и все я по моему понял один короче рисунок повернут на 90 градусов один два третий у нас получается так так третий у нас вот тут а четверка дальний как только я сказал что нельзя спутать единицу и двойку я сразу же их спутал с первого раза все дело в дверях надо знать откуда ты пришел эй доктор слышишь меня вентиляция заработала невероятно ты спасла нас ты не можешь быть из аида прекращай я жду тебя объяснений ты могла завоевать наше доверие дорогая присоединяйся нам нужно многое обсудить вернитесь к доктору а чё прямо обратно идти да ладно я же там все комнаты обошел там даже патронов нету а врагов будет врагов будет полно и на возможно конечно не они мне откроют какой-то путь покороче возможно я не знаю я не знаю тут газа нету в этих комнатах а значит наверное могут быть в принципе двери некоторые быть открыты по дороге ну как в обители зла в фильме у нас комнаты открывались и закрывались если была какая-то угроза блин все равно закрыта эта комната но я точно помню что израсходовал только две попытки странно даже врагов нет в поиске а где все аiled столько трупов кстати по дороге и не один не встает алё 5 начинает напрягать когда как раз наоборот на тебя никто не нападает уж очень подозрительно все становится и ждешь уже какого-то больше скримера вот а внезапно давай самая долгая лестница в мире стремянка в поднебесье я пожалуй сохранюсь только на третий слот потому что мне что-то не очень нравится как я второй слот прошел участок ну-ка чё у нас по дробовику 19 столько патронов давали на дробовик и их все равно 19 было 15 здесь когда-нибудь свет будет в игре вообще вот что это за фонарик такой вот так вот мы себя чувствуем без фонарика вот так с фонариком отлично вообще просто замечательно она на лучший фонарик за всю с историю видеоигр как хера узнает просто даже куда идти яркость максимальная вы издеваетесь реально я не помню куда идти я сворачивал не помню ладно просто пойдем прям насколько это видно жесть просто а я помню этот момент с лестницей все наконец-то свет дали хоть какой-то спасибо начинай опять опять в темноту я вот сейчас сижу в комнате без света и мне все равно темно а прям на самое начало возвращаться ей он был сзади саде это красный его морозить надо забеги ты где еще меня этот схватил откуда он там взялся то его даже не видел просто он просто наверно ко мне телепортировался понятно искряки крайне опасные враги ближнем бою не способны убить вас одним ударом так что держитесь на расстоянии не цельте сердце ну точно а ничего то что они телепортируются к тебе скряки херовы я думаю пошли они в жопу а дверь будет закрыта допустим давай ой давай давай ай беги а он прям ждал меня красный следующее а где вот этот который убивает одним ударом великий быстрей а этот откуда взялся тут ладно это скорее риторический вопрос для зарядки нету ай чё делать ай чё делать задушили меня задушили врагами и аптечки нет совсем так хотя бы у меня заморозка откатилась и оп и и и и и и и и по нему ну и и и и и и с я наконец то они все подохли спасибо ой длинный ствол зачем ну а мы можем как то это где у меня инвентарь вообще использовать ну добавить лучше стал балдиож 10-0 патронов. Что у меня еще есть в инвентаре полезного? Понятно. Единственная аптечка, которая даже до конца не лечит. Все, я могу в ту комнату пройти? Дай-ка угадаю. У меня опять выключился фонарь? Ну да. Ну естественно от него толку меньше. Немного. Немного толку от него. Что-то сказано сохранением. По моему личному мнению как-то не очень. Все хуже и хуже получается проходить отрезки игры. Из-за нехватки света я ни хрена не вижу куда идти вообще. Такой узкий коридор был. Вот как я среди вот этого должен с горящим фонарем определить куда мне идти. Вот сюда я зашел. Ну как бесит, а? Так. Сейчас будем пиксель-хантингом заниматься. Вот я что могу сказать. Искать узкий... А, вот он. В темноте узкий-узкий проход. Наконец-то. Ну так, все. Мы вентиляцию запустили. Чего теперь ваша душенька изволит? Вот и ты. Процесс очистки займет еще несколько минут. Не снимай маску до его завершения. Ты обещала мне все объяснить. И сделаю это. Ты заслужила. Тогда начнем с этих созданных вами чудовищ. Мы ничего не создавали. Мы были величайшими исследователями на планете. На Нобелевку не тянет. Ты хоть понимаешь, что вы натворили? Думаешь, я не знаю? Поэтому-то мы и сидим в убежище. Мы отбываем наше наказание. Пока вы отбываете наказание, опасность того, что эти существа сбегут очень высоко. Эм, блин. Ладно. Ты не понимаешь. Это не важно. Так объясни. Это долгая история. Все началось в 50-е годы, когда США прогресс начали программу сканирования бездны. Еще до твоего рождения мы создавали твое будущее ради прогресса человечества. Хватит уроков истории. Что вы искали? Жизнь, конечно же. Неклассифицированные органические формы жизни. Золотая жила генетических и биохимических открытий. Огромного потенциала. А затем мы открыли РАМ-77. Таинственный новый сплав. Стой, ты про тот странный металл? Странный? Скорее, революционный. Наши датчики не могли его обнаружить. Правительство запустило проект «Фантом». Желаю сделать из него самолет. Невидимый для врагов. Невидимые для радаров самолеты. Ну, если бы градус холодной войны повысился, они были бы очень кстати, верно? То есть, в этих ангарах... Это лишь прикрытие, моя дорогая. Мы до сих пор не раскрыли истинный потенциал РАМ-77. Чем больше мы исследовали его, тем становилось яснее, что он изменит наше понимание. Наше понимание природы самой реальности. Ставки росли, и тут появились вы. Хексакор. Что? Не придуривайся, нам все известно. Не говори, что не знаешь, на кого работаешь. Хексакор украл у нас все. Паид следил за каждым шагом. Но мы, США, прогресс истинные пионеры. Теории молекулярного переноса. Без нас эти неумехи ничего бы не достигли. Я ничего об этом не знала. Никто не знал. Некоторые знания лучше хранить в тайне от остального мира. Поэтому был построен подземный город. Мы и наши семьи должны были исчезнуть и остановить все. Оставить все. Жить лишь ради наших исследований. Жить под землей, в ее глубинах. В бездне. Мир шагнул бы вперед благодаря нашей жертве. Мы стольким пожертвовали. Он еще не простил нас. Мы сделали это ради него. Они заставили нас. Заставили. Кто? О ком ты говоришь? Клянусь, мы не хотели. Это не наша вина. Пожалуйста, успокойся. Я же просто хочу понять. Нет. Ты вынесла нам приговор. Что? Что? Заткнись. Ты за все заплатишь. Чего орать-то? Ну, почти все это на собственной шкуре. Опять драка начинается. А драку-то я не заказывал. Надо стрелять по столбам. Так, хорошо. А зачем? А дадут они выстрелить по столбам? Подожди, а что если мы заморозим? Ай, быстрей. А что дают эти столбы? Ай. А у меня без патронов. Ай. Ай. Откуда он тут взялся? Так. Один справа. Вижу точно. Ай. Так, перезаряжаемся. Попади ты. Все, хана. Меня просто задушили. Задушили толпой. Задушили толпой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да, а почему она так плохо бегает, когда битва начинается? Продолжение следует... Они всегда сзади... Ай, попасть бы... Да беги ты, блин... Когда начинается драка... Она не бегает... Эм... Так, нет времени шарики убивать... Быстрее... Аптечки нет ни одной... Это печально... И все... И все... Аптечки нет ни одной... Аптечки нет ни одной... Аптечки нет ни одной... Быстрее... Быстрее... Аптечки нет ни одной... Вообще каша просто... Аптечки нет ни одной... И все... Аптечки нет ни одной... Аптечки нет ни одной... Да, сейчас еще появится. Беги ты, ну просто беги, в чем дело? Какой-то серьезный момент, она перестает бежать, она просто идет. На клавиатуре с мышкой в эту игру, наверное, удобнее все-таки играть. Так, собираем, может, патроны? Вот в чем дело. Я не попадаю, потому что еще по верхнем. Так, где они? Так, ну это плохой забег. Тут надо четко выстрелить. Во все эти штуки по одному разу. Иначе просто врагов будет вагон. Да попайди ты, твою мать. Не, все, фана. Эти штуки надо убивать с первого раза. Крутящийся. Быстрее. Блин, не дают, не дают прицелиться. С учетом того, что я шмаляю из дробовика. Неужели? Да попади, бля. Блин. Ни хера не успеваю. Но быстрее. Как это бесит, а? Так, давай, круг по чему-то мы сделаем. Я хоть заряжусь. Ну то это какой-то бред вообще. Да, не дает. Ничего сделать не дает. До свидания. Я был на секунду. На секунду. Еще бы мне дали, я бы выстрелил. На геймпаде уже кнопка была почти прожата. Как с дробовика не попасть в фонарик? Я не понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все. Подожди, побежали. Пусть они там за мной все бегут и репортируются. И так далее. А, я ее взорвал все-таки, да? Побежали. Нет. Не дают. Пусть. Пусть. Беги, 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 беги. Что там происходит? Они внутри. Ну и ладно. Беги, беги, беги. Не останавливайся. Мне что-то надо сделать. Пусть. Ай. Не дожал. Еще один. Да как? Да быстрее беги. Просто. На всякий. Фух. Надеюсь, панель управления отсыла. Пора выбираться отсюда. Это какая-то жесть. Просто у тебя нет аптечек, потому что эти придурки поставили на кнопку бега использования аптечки. С дробовика ты не можешь в фонарики попасть. Аптечек нет. Патронов тоже. Врагов сыпется просто тьма. Ситуация, о чем могу сказать. Ладно. Давайте мне 809 аптечек, которые вы мне должны. И патронов, кстати, у меня тоже нет. И фодеков, гадаю, фонарь тоже отключился. Ну, конечно. Фонарем это вообще отдельная история просто. Ладно, поехали просто. Просто поехали отсюда. Делать? А, точно. Где-то у нас сканер. Ищите особый предмет с помощью сканера. Вот то, что нужно. Доступ к системе безопасности. Все данные загружены. Ладно, хорошо расшифрованные данные. Сначала мы блуждали в ловушке этого забытого лабиринта. Затем он пробрался в наш разум и открыл новый путь. Путь возмездия. Путь к его возрождению. Но вскоре стало ясно, что этого недостаточно. Одних наших знаний не хватит, чтобы пробудить его. И случилось чудо. Его тоже призвали сюда в тот знаменательный день. С того момента все изменилось. И вот, наконец, мы близки к цели. Искупление Аиды помогает ей создать колыбель для его возрождения. Близится час. Никто и ничто не встанет на пути судьбы. Все понятно, что ничего не понятно. А, открылось. Наконец-то эта дверь открыта. Я видела железнодорожную станцию. Она может вывести меня из замка наверняка. Окей. В этом у меня 45 патронов. Все. Не густо. Ну, давай, наверное, да. Все-таки мы будем сейчас расходовать... Расходовать автомат. Не видно ничего вообще. Все блестит еще. Ну, надеюсь, я никаких предметов не пропустил. Слушай, а может быть, к ящичкам подойти отсюда? Ничего нету? Странно. Раздевалки? В раздевалке ничего нет. Это мигало... Мигало лифт, да? Ну, ладно. Так, теперь отсюда-вот сюда. Надеюсь, я вот... Нет, здесь я все собрал. Там тоже полка пустая. Спылесосил все во время битвы. Даже не заметил. Патронов-то не осталось. Ну, мимо попадаешь. Я вообще не понял, как можно не попасть с дробовика в такую штуку. Так. Вот как отсюда выйти, когда ты не видишь ничего? Этот проход даже не заметил просто. Маркош. Кстати, у нас еще и вот тут открылось. Или я пришел с этого прохода? Наверное, пришел. Потому что через душевую хотя бы... Подожди, нужно проверить. Что за проход такой? Кому я его не помню? Так, ну, комнатка хоть тупиковая. Патроны. Патроны-то хорошо. И все, да? То есть они сделали открытую... Там, ну, целый коридор с двумя комнатами. Просто, чтобы положить туда пачку патронов? А нет, вон еще проход. Такое ощущение, что я по сюжету бегал. А-а-а-а. Я пришел. Только с другой стороны. Вот оно что. Подожди. А тогда тот коридор зачем нам вообще? Если меня ведут к лифту. Ничего не понимаю. Ну, давай тогда сходим тоже. Все-таки игра-то должна быть коридорная. А только одни вопросы, слушай. Прости. Ты сраный психопат. Постер погиб ради этого пузырька. Не хочу думать, что Радек во всем этом замешан. Не хочешь, не думай. Так, иду туда у нас проход. Подожди, а лифт-то там зачем? Идти в поезд до замка. Это как в обители зла, что ли, было прям. Ой, ворюги, а. Подожди, а куда ж тот лифт туда ведет? Ладно, я не буду это проверять уже. Тяжеловато вот поедем темным коридором бегать. Направление замок. Главный вход. Ну, я думаю, половина игры примерно правдива. С помощью внутренней транспортной системы замка Рейс пытается добраться до основной лаборатории. Судя, по словам доктора, бесчисленные тайны окружающей операции «Песочный замок» и весь исследовательский центр напрямую связаны с работой на базе «Хексакор Биогенетикс». Рейс начинает сомневаться, какую роль она на самом деле играет в происходящем и за что сражается. Но она не успевает прийти к каким-либо выводам. Через несколько часов она доберется до гора и секции 8. Что это за участки такие? Не знаю, секция 8. Гор. Я уже забыл. Прямо как на метро поехали. Выйти? Стой. А что это такое блестит тут? Аж сюда подходил. О, Хелен? Стой. Замри. А ей тут повсюду. Ты. Вот мы и встретились. Не думаю, что мы знакомы, мисс. Я наслышан о тебе. Как пожелаешь. Опустим любезности. Просто отдай оружие, и мы сможем поговорить спокойно. Не двигайся. Возможно, слухи были преувеличены. Ладно, ты свое дело знаешь. Вот что я думаю. Либо мы будем друг на друга злиться, пока один не выстрелит. Либо... Ты меня выслушаешь. Часики тикают. Вышло недопомимание. Но если мы хотим выбраться отсюда живыми, нам придется сотрудничать. Тебе не обязательно выбираться живым. Если бы я хотел тебя убить, то уже бы сделал это. Меньше всего мне хочется доверять. Доверять кому-то из Аида. Но другого выхода у меня нет. В чем дело? Боишься идти один? Страх, правильная реакция. Код в замок запечатан из-за чрезвычайного положения. Мы заперты в сраной могиле. Это единственный выход. Чтобы его открыть, надо отключить систему безопасности. Чего же ты ждешь? Это будет непросто. Есть три сектора. Замок, медицинский и жилой. Ты серьезно? Спастись на пару этажей, и окажешься в центре земли. Что бы там ни случилось, обрушила всю систему. Когда мы ее отключим, пароль одного из администраторов комплекса... Что-то там сработает пароль? Это как искать иголку в стоге сена. Я знаю. Но большая часть администрации замка в одной и той же части жилого района находится. Думаю, стоит начать оттуда. Время вышло. Ты меня не увидел. Твою мать. Ты не справишься в одиночку. У нас с тобой разные. Перестань думать, как солдат. Думаю, мы оба хотим выяснить, что здесь происходит. Иначе бы ты уже выстрелил. Подумай об этом. Если правда хочешь пустить мне пулю в голову, сделаешь это позже. Сейчас я тебе нужен. Мы разделимся. Я разберусь с системой безопасности. А ты достанешь пароль. Не хочу, чтобы ты пытался под ногами. Ладно. Будем на связи, как только закончим. Встретимся здесь. И затем ты прикончишь меня, полагаю. Именно. Если сможешь. Ладно. Можешь звать меня Рейс. Деловая такая. Доберитесь до медицинского сектора. Отключите систему защиты чего-то там. Защиты замка. Вот она что. Я бы здесь еще пробежался. И на этом, в принципе, можно серию заканчивать. Продолжим следующий. Уже конкретно пойдем в замок. Писечки ничего нету. Вообще ничего нет. Это же вроде как хаб-локация. Разве нет? Дайте хоть что-нибудь-то. Я не заметил, что у меня фонарик был отключен. И так ничего не видно. Так. Мне что, к мужику надо подойти? Или на первую платформу ехать? Окей. Если доберешься до медицинского сектора, сможешь отключить систему. Систему безопасности для этого входа. Я поищу код. Нужно торопиться. О, ладно. Медицинский сектор-то у нас что, за этой дверью? Или надо ехать куда-то? Приехал я вот на этом большом поезде. Ну, ладно. Пошли там, где зеленые лампочки горят. Они же особо ничего не объясняют. Назад, я надеюсь, не уеду. Замок. Медицинский сектор. Приехали на одном поезде, еще два. Романтика. Эй, детка. Записываю тебя на прием, говнюк. После нашей встречи он тебе понадобится. Жду не дождусь. Если серьезно, ты все правильно делаешь. Президент должен знать о том, что произошло. Только как так можно не дать этому повториться. Придержи конейка в бой, мы с тобой в разных лагерях. Ты не похожа на них. Просится, носишь не ту форму. Сосредоточься на гребанном пароле. Ты ничего обо мне не знаешь. Ладно. Будь осторожен. Ха-ха. Какой заботливый. Он только что стрелять в меня хотел. Все, да? Электричка приехала. Тут много этого металла. Он еще шарики какие-то откладывает. Жуть. Ох. Новый вид врагов стопудово будет бегать быстро. Пора выяснить, как отключить систему безопасности. Куда еще быстрее враги? Зачем? Как бы у меня персонаж-то быстрее не становится. А двери как открыть? Это, видимо, чтобы назад уехать. Панель. А, вот они. Блин. Вообще невнимательные. Ну, давай вот прям, прям вот так вот все прочесывать будем по стеночке. Аккуратно. Типа, новая глава должны сейчас накидывать ресурсов. Звуки чё-то неприятные рядом где-то. Наверное, яиц этих. Что бы это ни было, оно повсюду мерзость. Мерзость. Это реально мерзость. У меня туда. Определенно. Ладно. Будем на этом серию заканчивать. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем удачи и пока.